Среди важнейших проблем в области транспорта, программа КПСС выделяет задачу значительного повышения скоростей. Для осуществления этого создаются мощные магистральные локомотивы. На остальные пути нашей страны вышел новый пассажирский тепловоз ТЭП-60, развивающий большую скорость. Конструкционная скорость этого локомотива 160 км в час, но и она не является предельной для этой машины. Мощность силовой установки тепловоза 3000 лошадиных сил. Пассажирский состав весом 1100 тонн, он легко ведет на 9000 подъеме со скоростью длительного режима 50 км в час и развивает при этом силу тяги 12500 кг. А на горизонтальном участке состав такого же веса он ведет со скоростью 110 км в час. Без пополнения запасов топлива, воды и масла этот локомотив может совершать безостановочные рейсы на расстоянии до 1000 км. При создании локомотива использованы многие новшества отечественного и зарубежного тепловозостроения. Этот односекционный локомотив результат большого творческого труда конструкторов, инженеров и рабочих Коломенского тепловозостроительного завода имени Куйбышева. Вот данные, характеризующие основные параметры тепловозов ТЭС-7 и ТЭП-60. ТЭС-7. Длина 33948 мм. Мощность 4000 лошадиных сил. Вес 252 тонны. Скорость 140 км в час. ТЭП-60. Длина 19250 мм. Мощность 3000 лошадиных сил. Вес 129 тонн. Скорость 160 км в час. Несмотря на меньший вес, тепловоз ТЭП-60 развивает большую силу тяги, отнесенную к единице мощности, чем тепловоз ТЭС-7. Силовая установка 16-цилиндровый двухтактный дизель 11Д45. С главным генератором мощностью 2000 кВт. Сравним данные двух дизелей 2Д100 и 11Д45. Дизель 2Д100 имеет длину 6015 мм. Высоту 3110 мм. Ширину 1440 мм. Мощность 2000 лошадиных сил. Вес 19950 кг. А дизель 11Д45 длина 4347 мм. Высота 2600 мм. Ширина 1730 мм. Мощность 3000 лошадиных сил. И вес 13750 кг. Дизель 11Д45 имеет V-образную форму расположения цилиндров. Такая форма обеспечивает минимальный габарит силовой установки по высоте. 16 цилиндров расположены попарно под углом 45 градусов. В передней части дизеля расположены два турбокомпрессора с холодильником воздуха и приводной центробежный нагнетатель. Эти агрегаты обеспечивают двухступенчатый наддув и промежуточное охлаждение воздуха, поступающего в цилиндры. Познакомимся подробнее с конструкцией дизеля 11Д45 в процессе его сборки. Сварной блок цилиндров при сохранении жесткости и прочности литого блока технологичен в изготовлении и имеет небольшой вес. Обратите внимание на одну особенность конструкции. Коленчатый вал подвешен блоку на стальных подвесках, которые крепятся к стойкам коренных подшипников. Вкладыши коренных подшипников стальные и тонкостенные с антифрикционной заливкой из свинцовистой бронзы выдерживают в два раза большую нагрузку, нежели вкладыши с бобитовой заливкой. Коленчатый вал дизеля отлит из высокопрочного магниевого чугуна. Для повышения прочности шейки азотированы. Он имеет 10 коренных и 8 шатунных шеек, расположенных под углом 90 градусов. На торцах выносного и смежного с ним подшипников имеются упорные кольца. Они ограничивают смещение коленчатого вала в осевом направлении. На конусном конце коленчатого вала установлен антивибратор маятникового типа. Смещение грузов во время работы дизеля устраняет резонанс крутильных колебаний. Эти колебания возникают и зависят от нагрузки на вал и упругости материала вала. Цилиндровые втулки вставляются в гнезда блока. Они имеют в средней части 18 продувочных окон. В верхней зоне цилиндровые втулки охлаждаются водой. А в зоне продувочных окон воздухом. Шесть шпилек предназначены для крепления крышки цилиндра. Медная прокладка устанавливается для уплотнения газового стыка. На шпильке насаживается цилиндровая крышка. Днище отлитые из высокопрочного чугуна. А верхняя часть из алюминиевого сплава. В крышке четыре выпускных клапана. Стойка с рычагами. Форсунка. И индикаторный кран. Главный и прицепной шатуны двутаврового сечения. Они имеют отверстие для подвода масла на охлаждение поршня и смазку головного подшипника. Смазочное отверстие в главном шатуне выведено в плоскость разъема. И оканчивается кольцевой выточкой в нижней крышке. Головные подшипники шатунов и подшипники нижних головок прицепных шатунов, так же, как и вкладыши шатунных подшипников главных шатунов, стальные. Их рабочие поверхности имеют тонкий слой свинцовистой бронзы. Нижняя головка главного шатуна разъемная. В плоскостях разъема имеет насечку. Поршень составной, охлаждаемый маслом. Вот его основные части. Головка. Юбка. И вставка. Головка поршня, отлитая из высокопрочного магниевого чугуна, крепится к опорному бурту юбки. Алюминиевая вставка имеет две втулки с антифрикционной заливкой, являющейся подшипниками для плавающего поршневого пальца. На головке поршня четыре канавки для компрессионных колец. Кольца имеют бронзовый поясок. Две канавки на юбке поршня предназначены для колец, имеющих маслосгонные кромки. В гнезда блока вставляются собранные цилиндровые втулки. Крышка цилиндров нижней плоскости опирается на блок и крепится к нему четырьмя шпильками. Продувка и зарядка цилиндра воздухом происходит через наддувочные окна во втулки цилиндра. Камера сжатия хорошо продувается и заряжается свежим воздухом. Отработанные газы выходят через клапаны и отверстия, расположенные в крышке цилиндра. С каждой стороны дизеля установлены выхлопные коллекторы, из которых газы поступают в турбокомпрессоры. В нижней части блока имеются клапаны, которые открываются при резком повышении давления в картере, предохраняя блок от взрыва газов. Отсчет работы цилиндров начинается с передней стороны дизеля. Цилиндры дизеля работают в следующем порядке. Первый и восьмой левый, первый и восьмой правый, четвертый и пятый левый, четвертый и пятый правый, второй и седьмой левый, второй и седьмой правый, третий и шестой левый, третий и шестой правый. Такой порядок вспышек в цилиндрах снижает нагрузку на коленчатый вал. Следует отметить, что ход поршня прицепного шатуна больше хода поршня главного шатуна на 4,3 мм. Камера сжатия имеет форму факела распылотоплива. Она образуется днищем крышки цилиндра, головкой поршня и цилиндровой втулкой. Воздух в камере сжатия уменьшается в объеме в 14-15 раз. В развале блока установлен распределительный кулачковый вал, управляющий работой выхлопных клапанов через рычажный механизм и передающий движение плунжером топливных насосов. Распределительный кулачковый вал приводится в движение через зубчатую передачу от коленчатого вала дизеля. Особенностью системы воздухоснабжения цилиндров этого дизеля является двухступенчатый наддув с промежуточным охлаждением воздуха. Первая ступень наддува осуществляется двумя турбокомпрессорами, в конструкции которых мы сейчас познакомимся. Продукты сгорания из цилиндров по коллектору попадают в газовую улитку. Затем проходит сопловый аппарат и попадают на газовое колесо ротора турбины. Энергия газов заставляет вращаться ротор и воздушное колесо турбокомпрессора. Это колесо засасывает через фильтры воздух и подает его для наддува. Турбокомпрессоры отличаются между собой только направлением вращения роторов. Высокая температура выхлопных газов, проходящих через газовую полость, требует непрерывного охлаждения турбокомпрессоров. Вода для охлаждения проходит по этим каналам из системы дизеля. Сжатый воздух после турбокомпрессоров проходит через диффузор в холодильник. Охлаждающая вода проходит через верхний патрубок по прямым каналам секции холодильника и выходит через второй патрубок. Температура воздуха, проходящего через секции холодильника, понижается. Далее воздух поступает в приводной центробежный нагнетатель. Охлажденный воздух нагнетателем подается в ресивер к продувочным окнам цилиндровых втулок дизеля. За счет высокого двухступенчатого наддува с промежуточным охлаждением воздуха удалось значительно повысить мощность и экономичность дизеля. На передней части дизеля расположены два водяных насоса. Один насос системы охлаждения наддувочного воздуха и масла. Другой охлаждение воды дизеля. Здесь же установлен шестеренчатый масляный насос. Все насосы приводятся в движение от коленчатого вала. Гидростатический привод обеспечивает передачу мощности вентилятором холодильников без применения валопровода. Особенность этого дизеля заключается в том, что он не допускает больших перегрузок. На дизель установлен объединенный регулятор числа оборотов и мощности. Рассмотрим некоторые особенности работы этого регулятора. На установленном режиме мощность дизеля и главного генератора равны. Когда температура обмоток возбуждения понижается, ток возбуждения увеличивается. Вращающий момент и мощность генератора становятся больше момента и мощности дизеля. Дизель в это время имеет просадку оборотов и работает в тяжелом для себя режиме. Это заставляет переместиться движок реостата объединенного регулятора в сторону увеличения сопротивления возбуждения. Ток возбуждения уменьшается. И наступает равновесие вращающих моментов генератора и дизеля. В моменты, когда отключаются вспомогательные агрегаты, вентиляторы, холодильника, компрессор, или повышается температура обмоток возбуждения генератора, тогда вращающий момент и мощность генератора становятся меньше, чем развиваемые дизелем. Это приводит к тому, что движок реостата регулятора переместится в положение уменьшения сопротивления возбуждения генератора. Ток возбуждения увеличивается. И наступает равновесие вращающих моментов генератора и дизеля. В отличие от регулятора дизеля 2D100, всережимная пружина затягивается при помощи электромагнитов специальным гидроприводом. Эта система обеспечивает более четкое срабатывание привода затяжки всережимной пружины регулятора и исключает утечку воздуха по неплотностям соединений электропневматических вентилей, которые имели место в регуляторе дизеля 2D100. Всережимный изодромный регулятор обеспечивает четкое управление как числом оборотов, так и мощностью дизеля и поддерживает число оборотов коленчатого вала в диапазоне от 400 до 750 оборотов в минуту. Чтобы предохранить дизель от возможности повышения числа оборотов до аварийного, на дизеле установлен предельный регулятор центробежного типа. Если число оборотов коленчатого вала станет близким к аварийному, то предельный регулятор выключит подачу топлива. Перемещением рукоятки контроллера автоматически собирается электрическая схема. Она имеет принципиальные отличия от схем, применяемых на других сериях тепловозов. При работе тепловоза под нагрузкой генератор работает на шесть параллельно соединенных тяговых электродвигателей. Проследим это на принципиальной схеме. Цепь тока проходит от плюса главного генератора по кабелям и силовым контактам поездных контакторов, затем к якорям шести тяговых электродвигателей, через силовые контакты реверсеров, по кабелям к обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей, и на минус главного генератора. Постоянство мощности в диапазоне рабочих скоростей обеспечивается двухступенчатым ослаблением поля тяговых электродвигателей посредством шунтирования их обмоток возбуждения. Переход с полного поля на ослабленное поле первой ступени осуществляется включением контакта ослабления поля ВШ-1, который своими контактами включает параллельно обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей сопротивление. Первая ступень ослабления включается при скорости 70 км в час и соответствует 55% ослабления поля. Вторая ступень ослабления поля осуществляется включением контактов контактеров ВШ-2, которое присоединяет параллельно обмоткам возбуждения тяговых электродвигателей сопротивление. Это происходит при скорости 110 км в час и соответствует 29,5% ослаблению поля. Схема возбуждения главного генератора ТЭП-60 принципиально отлична от схемы возбуждения главного генератора ТЭ-3. Она состоит из магнитного усилителя амплистата, синхронного возбудителя СВ, который является источником переменного тока, трансформаторов постоянного тока и постоянного напряжения, балластных сопротивлений, тахогенератора, распределительного трансформатора и германиевых выпрямителей. Что такое амплистат? Внешне этот аппарат напоминает собой обычный трансформатор. Этот магнитный усилитель впервые используется в отечественном тепловозостроении в цепи питания обмотки возбуждения главного генератора. Амплистат состоит из сердечника, на котором размещаются четыре обмотки. Рабочая обмотка ОР и три обмотки управления. ОРР – регулировочная обмотка питания отриостата объединенного регулятора, ОЗЭ – задающая обмотка питающейся от тахогенератора и ОУ – управляющая обмотка, питающаяся от селективного узла. Обмотки ОРР и ОЗЭ действуют согласно, а обмотка ОУ – навстречу им. Рабочая обмотка амплистата включена последовательно с обмоткой возбуждения главного генератора и блоками выпрямителей. Переменный ток от синхронного генератора проходит через германиевый выпрямитель и питает обмотку возбуждения генератора. Величина тока возбуждения главного генератора при постоянном напряжении синхронного возбудителя определяется на каждой позиции индуктивным сопротивлением рабочей обмотки амплистата ОР. Рабочая обмотка имеет активное и индуктивное сопротивление, причем активное сопротивление является неизменным, а величина индуктивного изменяется в зависимости от суммы величин токов обмоток управлением амплистата. Обмотки ОРР и ОЗ являются подмагничивающими. При увеличении тока в этих обмотках сердечником амплистата намагничивается, уменьшается индуктивное сопротивление рабочей обмотки и, как следствие, увеличивается ток возбуждения главного генератора. Так как управляющая обмотка ОУ действует навстречу задающей и регулировочной обмоткам, то при увеличении проходящего через нее тока индуктивное сопротивление ОР увеличивается, а ток возбуждения главного генератора будет уменьшаться. Наличие трех обмоток ОРР, ОЗ, ОУ совместно с селективным узлом и объединенным регулятором позволяет получить внешнюю характеристику главного генератора гиперболической формы в диапазоне рабочих скоростей тепловоза. Поэтому при уменьшении скорости увеличивается сила тяги и, наоборот, при увеличении скорости уменьшается сила тяги, а мощность остается постоянной. Селективный узел состоит из трансформатора постоянного тока, трансформатора постоянного напряжения, балластных сопротивлений, германиевых выпрямителей и управляющей обмотки амплистата ОУ. Как же работает селективный узел? Когда тепловоз реализует большую силу тяги, ток главного генератора достигает максимально допустимой величины. Так как обмоткой управления трансформатора постоянного тока являются провода цепи главного генератора, то их магнитное поле сильно подмагничивает сердечник этого трансформатора. Поэтому ток в рабочей обмотке ТПТ увеличится, идет через балластное сопротивление тока СБТ и вызывает на нем падение напряжения. Напряжение главного генератора в этом случае мало. И через рабочую обмотку трансформатора постоянного напряжения пойдет незначительный ток, который вызовет небольшое падение напряжения на балластном сопротивлении напряжения СБН. Так как падение напряжения на балластном сопротивлении тока больше, чем на сопротивлении напряжения, блок германиевых выпрямителей В2 откроется, и ток трансформатора ТПТ пойдет по двум цепям балластному сопротивлению СБТ и обмотке управления ОУ. Ток через обмотку управления ОУ увеличится и уменьшится ток в рабочей обмотке амплистата и обмотке возбуждения главного генератора. Таким образом произойдет ограничение тока. При уменьшении силы тяги уменьшается ток, отдаваемый главным генератором, и увеличивается его напряжение. При повышении напряжения главного генератора сильно подмагничивается сердечник трансформатора постоянного напряжения, и ток в рабочей обмотке этого трансформатора увеличивается. Ток трансформатора постоянного напряжения идет через балластное сопротивление СБН и вызывает на нем падение напряжения. Так как сила тока главного генератора в этом случае мала, то через рабочую обмотку ТПТ пойдет малый ток, который вызовет незначительное падение напряжения на балластном сопротивлении тока СБТ. В этом случае падение напряжения на балластном сопротивлении СБН больше, чем на сопротивлении тока СБТ. Блок германиевых выпрямителей ВГ1 открывается, и ток трансформатора постоянного напряжения пойдет по балластному сопротивлению СБН и обмотке управления ОУ. Если повышение напряжения главного генератора станет больше допустимой величины, то увеличится ток, идущий через обмотку управления, и уменьшится ток в рабочей обмотке амплистата и обмотках возбуждения главного генератора. Произойдет ограничение напряжения. При разгоне поезда происходит уменьшение тока и повышение напряжения главного генератора. Такая зависимость автоматически поддерживает постоянство его мощности вследствие того, что блоки выпрямителей ВГ1 и ВГ2 открыты. Ток, величина которого пропорциональна в сумме сигнала тока и напряжения главного генератора и регулировочной обмотки, подается на управляющую обмотку амплистата. Задающая обмотка амплистата питается постоянным током от тахогенератора. Напряжение тахогенератора пропорционально числу его оборотов, которое в свою очередь пропорционально числу оборотов дизеля. Чем выше позиция контроллера, чем больше число оборотов дизеля, тем больше величина тока в цепи, задающей обмотке амплистата. Задающая обмотка позволяет устанавливать величину мощности главного генератора. В связи с тем, что селективный узел на участке рабочих скоростей тепловоза позволяет получить внешнюю характеристику главного генератора в виде прямолинейной зависимости напряжения от тока, для преобразования этой прямой в гиперболу схема имеет узел дополнительной регулировки мощности. Им является регулировочная обмотка амплистата ОРР. Она питается от реостата регулятора чисел оборотов и мощности при изменении режимов работы вспомогательных агрегатов и главного генератора. Вода, охлаждающая дизель, движется по двум самостоятельным системам или кругам циркуляции. Рассмотрим сначала, как происходит охлаждение воды дизеля. Насос подает воду в водяную полость дизеля. Здесь вода отбирает тепло и через обратный клапан идет в водовоздушные секции холодильника. Через ребристые секции холодильника проходит воздух, который охлаждает воду дизеля. Устранение паровоздушных пробок и пополнение утечек осуществляется из расширительного бачка общего для обеих систем. Второй круг циркуляции предназначен для охлаждения наддувочного воздуха и масла дизеля. Этот круг также начинается с насоса, подающего воду для охлаждения наддувочного воздуха в пластинчатой холодильнике. Но охладив наддувочный воздух, вода сама нагрелась. Для понижения температуры вода поступает в холодильник, расположенный на крыше тепловоза. Затем вода идет в секции второй шахты холодильника, где отдает тепло воздуху, обтекающему трубчатую часть и оребрении секции. Охлажденная вода поступает в домасляный теплообменник, где снижает температуру сильно нагревшегося масла. Водяной насос снова направляет воду на вторую систему охлаждения дизеля. Жалюзи холодильника открываются и закрываются автоматически. Посмотрим, как это происходит. На выходе из дизеля горячей воды находится термобаллон с легкокипящей жидкостью. Как только температура воды, выходящая из дизеля, достигнет 65 градусов, давление жидкости, нагретой в термобаллоне, повысится. И через сильфон она воздействует на рычажную систему термореле, освобождая кнопку микропереключателя. Последний замкнет сет катушки электропневматического вентиля, и магнитное поле катушки воздействует на якорь. Якорь передвинет золотник, а золотник закроет клапаном выход в атмосферу и откроет клапан из воздушной магистрали. Сжатый воздух магистрали поднимает поршень цилиндра привода жалюзи системы охлаждения воды, и они откроются. Если температура воды на выходе из дизеля снизится, то пары жидкости станут оказывать меньшее сопротивление пружине термореле, и вся система этого механизма заставит привод закрыть жалюзи. Как только температура воды, выходящая из дизеля, достигнет 95 градусов, второй терморелес работает и сбросит нагрузку с дизеля. Шестеренчатый масляный насос нагнетает масло из картера через обратный клапан в фильтр грубой очистки, а затем в теплообменник. Здесь температура нагретого масла понижается при встрече с более низкой температурой воды, охлажденной в холодильнике. Если температура масла перед входом в дизель поднимется выше 70 градусов, то термореле, имеющий датчик, установленный на трубопроводе, произведет сброс нагрузки с дизеля. Перед фильтром грубой очистки есть отдельный датчик для проверки температуры масла, выходящего из дизеля. Если температура поднимается выше 56 градусов, то термореле включит систему жалюзи, охлаждающих наддувочный воздух и масло дизеля. Автоматическое регулирование температур воды, масла и наддувочного воздуха обеспечивает бесперебойную работу дизеля. и облегчает работу локомотивной бригады. Охлаждение получает вращение от гидростатического привода. Рассмотрим его устройство. В систему гидропривода входят два гидронасоса с редуктором, приводимым от вала дизеля. И два аналогичных гидромотора, которые превращают энергию давления масла во вращательное движение вентиляторных колес холодильника. Гидронасосы являются аксиально-поршневыми машинами, валы которых вращаются со скоростью до 1440 оборотов в минуту. За один оборот вала насос подает 251 кубический сантиметр масла. Давление жидкости сжимаемой насосом подается в гидромоторы и вызывает поступательное движение поршеньков, которое преобразуется затем во вращательное движение вала гидромотора. Теперь посмотрим работу всей схемы гидропривода. Масло из гидронасосов попадает прежде всего в терморегуляторы. Один терморегулятор работает от температуры воды на выходе из дизеля, другой от температуры масла на выходе из дизеля. Как только температура воды на выходе из дизеля дойдет до 65 градусов, наполнитель в терморегуляторе расширится и поднимет в золотник. Он перекроет выходное отверстие и масло пойдет не в масляный бак, а в гидромотор, установленный в шахте первой системы. И когда температура масла на выходе из дизеля дойдет до 58 градусов, другой терморегулятор откроет доступ масла в гидромотор в шахте второй системы охлаждающего устройства. Дальнейшее повышение температуры воды и масла заставит терморегуляторы открыть полный доступ к маслу. И вентиляторы будут работать на полную мощность. Скорость вращения их достигнет 1440 оборотов в минуту, а давление в полости нагнетания около 85 килограммов на квадратный сантиметр. Масло, прошедшее через гидромоторы, идет двумя путями в бак. Часть его проходит через сетчатый фильтр, а другая часть через секцию холодильника. На задней крышке гидронасоса расположена коробка с двумя предохранительными клапанами. Когда давление масла в системе гидронасоса превышает 150 килограммов на квадратный сантиметр, эти клапаны срабатывают и перепускают масло в полость низкого давления системы. на этом тепловозе применена конструкция тележки, имеющая много принципиально новых решений. Рама тележки сваривается из штампованных и литых элементов. В каждой раме две главных опоры, которые располагаются по продольной оси тепловоза. В опоры вставляются резиновые конуса, на которых базируются опоры кузова тепловоза, передающие 9,5 тонн нагрузки. Резиновые конуса значительно уменьшают величину шумов, а также величину вертикальных и горизонтальных колебаний кузова. Одновременно главная опора передает силу тяги через стакан опоры раме кузова. С этой целью на опоре рамы имеются термически обработанные упорные камни. Такие же камни имеют и стакан. Каждая опора имеет пружинные возвращающие аппараты или расчалки. Они удерживают тележку в среднем положении на прямом участке и в кривых. Вертикальная нагрузка от рамы кузова помимо главных опор передается на тележку через боковые опоры. Боковые опоры снизу опираются шарнирно, а сверху имеет скользящий стык. Таких опор в тележке четыре, подвес каждой стороны. тонны. Каждая боковая опора воспринимает 4,75 тонны вертикальной нагрузки. Двойное подвешивание рессор отличает эту тележку от других систем подвески. Первая ступень подвешивания это две главные опоры с конусами и стаканами и четыре боковых опоры с винтовыми пружинами. Вторая ступень подвешивания это листовые рессоры соединенные балансирами с винтовыми пружинами в чашах буксовых балансиров. Таким образом вес кузова с размещенным в нем оборудованием передается через первую ступень подвешивания раме тележки. Рама тележки в свою очередь передает этот вес и свой собственный вместе с тяговыми двигателями колесным паром через вторую ступень подвешивания. Этим и определяется система двойного подвешивания которая значительно уменьшает величину вертикальных колебаний всего экипажа. Маятниковые опоры в этой системе выполняют роль люличной подвески. Расчалки уменьшает величину горизонтальных колебаний на прямых участках пути имеющих неровности и снижает боковые давления на рельс. Блок колесной пары с тяговыми электродвигателями тепловоза ТЭП-60 значительно отличаются от других локомотивов. Дело в том, что электродвигатели этого тепловоза укрепляются не на осях колесной пары а на раме тележки. Поэтому тяговый электродвигатель входит в систему подрессоренных частей тепловоза. Проследим за сборкой колесной пары, которая имеет свои особенности. Колесный центр напрессовывается в горячем состоянии. Полый вал, который одевается на ось колесной пары, имеет по концам литые шайбы эластичного привода. Эти шайбы имеют по два гнезда для пальцев. Ступица шестерни, передающей вращающий момент от тягового двигателя, насаживается на полый вал в горячем состоянии, а к ней венец крепится болтами. После чего полый вал одевается на ось с зазором. На ось, собранную с полым валом, устанавливает второй колесный центр. Полый вал с каждой стороны имеет по два пальца, выходящих наружу колесных центров. Такое же количество пальцев впрессовывается в каждый колесный центр. Эластичный привод соединяет пальцы колесного центра и полого вала. Этот эластичный привод состоит из венца, резиновых армированных металлом втулок тяг и промежуточных звеньев. Роль муфты плавно передавать крутящий момент от тягового двигателя колесной паре, особенно при трогании тепловоза с места. Кроме ведомой шестерни на полом валу есть еще зубчатое колесо. Оно является ведущим для шестеренчатого насоса тягового электродвигателя, подающего смазку к его моторно-осевым подшипникам. Шестеренчатый насос во время хода тепловоза подает масло к моторно-осевым шейкам полого вала через полстерную подушку. избыточное масло сбрасывается в нижнюю камеру. Ведущая шестерня тягового редуктора насажена на валу якоря в горячем состоянии. Ведомая шестерня сборная. Зубья ведущей шестерни двухсторонне скошены для более равномерного прилегания к зубьям ведомой шестерни. Кожух, в котором заключен редуктор, плотно закрывается, для чего закладывается уплотнительный шнур в гнездо кожуха. Правильное подвешивание тяговых электродвигателей кронштейном рам тележки обеспечивает нормальную работу режимных втулок эластичной муфты. Установка тягового электродвигателя должна осуществляться без перекоса пальцев шайб полой оси и колесных центров. Тепловоз ТЭП-60 оснащен бесчелюстными буксами с цилиндрическими роликовыми подшипниками. Каждая букса крайней колесной пары имеет два роликовых подшипника, из которых внутренний имеет буртовую обойму, выполняющую роль осевого упора. подшипники букс средней колесной пары безбуртовые. Главной особенностью этих букс является их поводковая конструкция. Поводок с резиновым амортизатором смягчает воздействие на буксу сил, возникающих при движении экипажа по неровностям пути. Такая конструкция букс устраняет сухое трение и позволяет работать без увеличенных продольных и поперечных зазоров, растягивая длину синусоидальной волны колебаний колесной пары. Электропневматический тормоз тепловоза обеспечивает быстрое срабатывание системы и позволяет увеличить скорость движения локомотива. Тормозная рычажная передача тепловоза обеспечивает нажатие колода коэффициентом 0,6. Тормозные цилиндры наполняются воздухом из главных резервуаров, расположенных в кузове. Тормозные чугунные гребневые колодки имеют двухстороннее нажатие. на тепловозе установлен компрессор КТ-7 производительностью 5 кубометров воздуха в час. Большая скорость подачи команды от тормозного реостата крана машиниста позволяет приводить в действие электровоздухораспределители одновременно по всей длине поезда. Познакомься с конструкцией несущего кузова тепловоза. Его основанием является рама. Посредине рамы две трубы которые осуществляют продольную связь между стержными ящиками. четыре поперечные шкварневые балки и две боковые коробчатого сечения составляют нижнюю часть рамы. Вместе с продольными трубами они воспринимают основную часть тягового усилия и ударных нагрузок. Топливный бак является элементом несущим нагрузки. Раскостные фермы боковые балки вертикальные стойки и крыша воспринимают тяговые усилия поэтому кузов называется цельно несущим. Несущая конструкция кузова позволила сохранить жесткость рамы и уменьшить ее вес на 5,5 тонн против равного исполнения такого кузова. Боковые стенки кузова обшиваются алюминиевым листом. В качестве обшивки несущих конструкций в дальнейшем возможно будут применены пластические массы. Внутренняя обшивка кузова тепловоза обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию так как здесь применяются маты полиуретанового парапласта. Стальными листами оббивается вся внутренняя часть кузова. Дизель-генератор устанавливается на резиновые амортизаторы. Эти амортизаторы укрепляются на раме тепловоза. Такое крепление дизель-генератора к раме тепловоза обеспечивает гашение колебаний неуравновешенных масс шатунно-поршневой группы действующих на раму. Кабина машиниста здесь имеет более совершенную звукоизоляцию чем на других тепловозах. В машинном отделении шум достаточно велик, а в кабине машиниста он значительно ниже. Это подтверждает и записи шума. Уровень шумов здесь меньше чем в кабине тепловоза ТЭ-3 на 10 дБ. Улучшение условий труда локомотивной бригады достигнуто здесь хорошей герметичностью кабины, которая предупреждает попадание газов из дизельного помещения, установкой колорифера для обогрева и хорошей вентиляцией в жаркую погоду. Расположение окон в кабине машиниста обеспечивает широкий обзор и видимость пути. Для связи с поездным диспетчером тепловоз имеет радиостанцию. Это облегчает бригаде возможность вести поезд точно по графику в условиях плохой видимости. приборы пульта управления обеспечивают постоянный контроль за работой основных узлов тепловоза. электрическая схема с ее аппаратами. силовая установка и экипаж этого тепловоза представляет собой сложный комплекс машин с большим числом вспомогательных устройств и механизмов. наблюдение за работой всех агрегатов и их обслуживание в пути целиком ложится на помощника машиниста. все внимание машиниста должно быть сосредоточено на вождении локомотива соблюдении графика движения. Большая скорость требует и неотрывного внимания за состоянием пути. Введение локомотива на больших скоростях обуславливает и некоторые особенности в приемах торможения. Большая скорость движения для машиниста делается настолько привычной, что ощущение ее теряется и можно ошибиться в расчете тормозного пути. Поэтому машинисту нельзя полагаться на свои ощущения, а нужно ориентироваться по скорости меру. новой скоростной тепловоз ТЭП-60 является важным этапом на пути создания пассажирских локомотивов этого класса. Используя опыт эксплуатации этого локомотива, советские конструкторы создадут новые мощные тепловозы, позволяющие водить пассажирские экспрессы с еще большими скоростями. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok